В Пензу доставили одну из чтимых святынь Поволжья, икону Божией Матери, избавительница от бед из села Ташла Самарской области. А вместе с ней ковчег с почти 30 частицами мощей святых. В числе первых реликвиям поклонился Евгений Блохвостиков. Святыню в Пензу доставили казаки. Путь у них не близкий, можно даже сказать бесконечный. Крестный ход движется постоянно, чтобы как можно больше людей смогли узнать о Самарской святыне, приложиться к ней, попросить у Божьей Матери помощи. Три года крестный ход идет непрерывно, не останавливается ни на один день. Вот мы же не только по приходам ходим, но и по военным частям, учебным заведениям, местам лишения свободы. Заходим, допустим, потом в учебных заведениях мы читаем лекции. Икона Богородицы, избавительница от бед, список с образа из Новоафонского монастыря, явилась в селе Ташла в октябре 1917 года. Многие тогда увидели в этом знак. Матерь Божия взяла Россию под свое покровительство на годы лихолития. Матерь Божия явила к нам такую милость, чтобы поддержать людей, чтобы те люди, которые испытывали какие-то жизненные трудности, обращались к ней и получали заступничество. Вместе с иконой путешествует и мощевик. В нем собраны святыни, которые пожертвовали крестному ходу за три года различные храмы и монастыри. В их числе частицы мощей апостолов Петра и Павла, Андрея Первозванного, Евангелиста Луки, равнопостольных Константина и Елены, великомученика и целителя Пантелеимона, преподобных Антония Великого, Ильи Муромца и многих других. Казаки не только сопровождают святыни из города в город, но и поют перед ними духовные стихи. «Пред иконою, пред ломбаною, низко споя себе поклонюсь».